В этом году благоустройство территории в рамках программы ввели 4 муниципальных образования. Город Ахтубинска, а также села Новониколаевка, Болхуны и Капустин-Яр. План входила у нас реконструкция, благоустройство нашего парка, где стоит памятник капустинарцам погибшим, чтобы там был действительно центр отдыха. Запланировали объем порядка 5 миллионов рублей. Количества населения у нас не хватило для того, чтобы мы получили в полном объеме сумму. То есть мы получили 2 миллиона 326 тысяч. На эту сумму мы произвели благоустройство, поменяли плитки, дорожку установили, ограду сделали, скамейки, клумбы сделали. Большой объем работы провели, конечно, он стал по-дорогому парк смотреться. Вот, работа эта закончена у нас в этом плане. На следующий год мы уже планируем доделать эту работу. То есть сделать 2 детских площадки, одну спортивную, одну игровую детскую площадку, просадить липы, сделать газоны вокруг плит памятником и поставить памятникам, памятник поставить двум собачкам, Дезику и Цыганку, которые первые были запущены в космос и вернулись, по-моему, живыми. В этом году мы завершили благоустройство нашего сквера. В прошлом году было освоено 300 тысяч, потому что процент был неприемлем для нашего поселения. В этом году мы освоили эти денежные средства, которые были запланированы в миллион двести. В этом году мы доложили плитку тротуарную, это протяженность 80 метров, к воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, это стела наша. Установили скамейки, посадили саженцы на 71 тысячу, это хвойные деревья, можжевельник. Саженцы 100% прижились. Молодежь вечерами там все время не выбывала, не выбывала, это радовало, радовало нас. В этом году планируется вход в Центральному Дому культуры, тоже плитку тротуарную положить. Действительно, красота под ногами, нездря на плитке написано. Это радует, еще посадить голубые ели, три ряда. Ну, по мере поступления денежных средств будет все. Денег на благоустройство было немало, около 30 миллионов рублей. Из них 24 миллиона пришли из федерального бюджета. Порядка трех миллионов рублей выделила область, столько же добавил районный бюджет. Большая часть средств пошла на городские объекты. В 19-й год в рамках формирования комфортной городской среды в городе Охтубинске было запланировано четыре территории, которые были также отобраны, по которым голосование, как это установлено порядком, стадион Волга, парк Чкалова, скверы в районе имени Лавочкина и Циолковского. Успешно завершена территория на Лавочкина, осталось там выполнить только установку лавочек и скамейк. Просто в связи с экономией, то есть мы запускаем новый аукцион. На стадионе Волга установлены воркауты, тоже территория завершена. Чкаловский парк. Было запланировано больше финансирования, но в силу того, что все деньги были распределены на те объекты, которые более затратные, не хватило денег. Мы его делаем в два этапа. В этом году один контракт исполнил, все хорошо. На 20-й год планируем Чкаловский парк обрабатывать дальше, работаем с ним. Менее удачно, но мы работаем по зоне нации Олковского. Небольшие проблемы с подрядчиками, поставщиками. Но я думаю, к концу года все у нас будет завершено. Установили свадебную карусель. Ждем поставку композиции дерева, тоже мы ее допоставим. Декоративный пруд там у нас есть. Ну и пешеходные зоны, то есть то, что уже наполовину выполнено, остается еще часть. Скейт-парк для молодежи тоже поставили. Ахтубинск заслуживает похвал. Подвели итог участники совещания. Однако без замечаний не обошлось. По Грибоеду, дом надо его убирать, по детски, который общеритие, тут уже давно его снести надо. Вот по Грибоеду 13. А детские площадки там построят. Там ни одной нормальной детские площадки нет. Вот на консервном мы были с Сан Санычем вместе, с депутатом Гилиным, депутатом районного совета были. Мы видели это общежитие Грибоеду 13. Видели заросли, которые там. Ни одной детской площадки. Хотя там рядом находится территория, где судебные приставы. Там когда-то был стадион, футбол. Там какие-то элементы были. Турники, рукоходы, еще что-то там. Все такое покосившееся. Если вот туда обратить внимание, переориентировать вектор благоустройства, то, о чем мы говорим, на окраины. Хотя бы начать с консервной. Это не такая уж и окраина. То было бы правильно. Я в этом поддерживаю Сан Санычем. Окраины без внимания не останутся, заверили депутатов сотрудники мэрии. Планы на следующий год тому подтверждение. В этом году, в сентябре месяце, у нас было голосование населения, которое отбирали проекты, которые они хотят на 2020 год. Первое место занял парк Кокотовского. Его будем благоустраивать. Это Ахтуба? Это Ахтуба. То есть его. Вторым этапом возьмем парк Кочкалова, потому что, если мы его начали, нужно его доделывать. Это точно. Все, что уже благоустроили, жителям нужно беречь. В один голос говорили участники муниципальной программы. Ведь красота и без того не вечно. А если еще и относиться к ней с хулиганским настроем, то и радоваться скорым будет нечему. Скульптурные композиции, лавочки, карусели, достопримечательностей все больше. Расти должен и уровень культуры. Новая свадебная карусель уже вовсю манит к себе. И все же потерпеть просит Ахтубинцев в мэрии города, чтобы эта красивая свадьба не закончилась разводом. На данный момент пока что аттракцион не запущен. То есть мы еще не получили допуск от Ростехнадзора. Как только мы его получаем, только тогда мы объявляем населению, как он будет работать. Чтобы было ясно, весовая категория населения, которое может там кататься, до 50 килограмм. Учитываем возраст малышей, что маленькие там находиться одни не должны ни в коем случае. И сейчас, да, то есть я очень прошу, чтобы детки там не раскачивали, не катались. Опять же, обращаем внимание, это не только детки. Вечером там взрослые юноши, которым уже за 20-25 катают своих дам. Мы рады, да, что это есть, но нужно это все еще сохранить, но дальше. В следующем году участников программы по благоустройству территории будет больше. Желание участвовать в проекте заявили жители двух поселков, а также сел, Золотухи и Успенки. В 2018 году по городской современной программе мы сделали площадку, ввели на миллион двести. То есть у нас входила асфальтированная площадка для скейтов, и купили мы игровая площадка для детей. На этом мы не хотим останавливаться, и на 2020 год заявляемся на ограждение нашего сквера. Эта земля уже вымежованная, как бы все поставлено на баланс. Если мы сделаем это ограждение по этой программе, то тогда будем, следовательно, идти по озеленению и освещению данного сквера. Планы на будущее сформированы. Единственный минус, который затронул действующую программу по формированию современной городской среды, это снижение финансирования. Что хотелось бы отметить и что радует, все те денежные средства, которые были доведены по этому национальному проекту в наш Томинский район, они пошли, во-первых, по назначению, во-вторых, в полном объеме. Это порадовали и сельские поселения, которые участвовали в этой программе. Это поселок Капустин-Яр, село Ново-Николаевка и село Болхуны. Все, что запланировано, все сделано, сделано в срок, акты подписаны, все качественно выполнено, сельчане довольны, главы отчитались, вы сами видели. Значит, с городом Ахтубинском есть нюансы с подрядчиками, с недобросовестными подрядчиками, с которыми ведется претензионная работа администрации города. Там подключались органы и прокуратуры, надзорные органы. Данная работа проведена, с кем-то контракты расторгнуты, кто-то, может быть, будет внесен в реестр недобросовестных. Что касается тех денежных средств, которые не успели освоить недобросовестные подрядчики, администрация города уже сейчас запустила аукцион на приобретение оборудования этих детских площадок, которые будут установлены в парке Чкалова. Поэтому все деньги будут освоены в полном объеме и, непосредственно, повторюсь, по назначению. Больше муниципальных образований хотят участвовать. Были городские поселения Верхний Баскунчак, Нижний Баскунчак. Они изъявили свое желание участвовать в данной программе. Это правильно, это хорошо. Также и село Успенка, и сельские поселения тоже активизировались. Чем больше будет активность нашего района в лице городских и сельских поселений, тем больше у нас есть шанс, что мы сможем все-таки добиться большего финансирования нашего района. Потому что, к сожалению, на 2020 год областной бюджет пострадал по этой программе в минус 10% из федерального бюджета. И, соответственно, это не может отразиться на районных бюджетах. А мы хотим не просто показать, а на деле доказать, что мы действительно активный район, и мы двигаемся в этом направлении. И мы хотим, чтобы у нас было красивее, лучше, красочнее, ярче и достойнее. Татьяна Фомина, Виталий Просочкин, Евгений Костюков, Ахтубинск ТВ.